Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы завершаем чтение и комментирование свитка эсфири. Перед нами последняя, десятая глава. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Окончание книги вновь заставляет нас вернуться к вопросу о личности Ахашвироша, поставленному еще в первой главе. Морскими островами Библия устойчиво именует острова Эгейского моря. Из данного фрагмента можно сделать вывод, что Ахашвирош этот явно не ксеркс, с которым часто соотносит эту фигуру современная экзегеза, так как, собственно, именно при ксерксе как раз и был утерян контроль над этими островами, а возвращен только при Артаксерксе II. В этом стихе раби Маше Аль Машнина видит указание на благое воздаяние, которое получил царят бога за то, что послушался эсфире и в итоге сделал благо избранной общине. Поэтому и дано ему было богом владычество над дальними землями и возможность получать с них дань. Замечу, что это спорный тезис, если учитывать, что и зло на Израиль тоже должно было прийти с легкомысленного распоряжения этого же недальновидного правителя. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельные показания о величии Мордахея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей медийских и персидских. К сожалению, время от времени библейские хронисты, не желая перегружать свои тексты излишними подробностями, просто ссылаются на некие общедоступные, ну или хотя бы общеизвестные подробные хроники своего периода, которые, увы, не дошли до наших дней. Так часто мы видим эту практику в книгах царств, где упоминаются летописи царей иудейских и израильских, как, например, «Прочие дела Иерваама», «Как он воевал и как царствовал», описаны в летописи царей израильских. Или «Прочие о Рвааме и обо всем, что он делал», описаны в летописи царей иудейских. Или же, например, в книгах «Паралипоменон» и, в принципе, многих других, упоминающих записи гада-прозорливца, сказания пророка Адды и еще множество наименований, не дошедшей до нас литературы. Аналогичная ситуация представлена и в данном стихе. Мы не располагаем каким-либо внебиблейским источником, описывающим данные события. «Равно как и то, что Мардахей иудейнин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Должность второго по царе опять параллель с Иосифом Прекрасным. Последняя ремарка очень хорошо характеризует Мардахея как человека, которого в итоге не сломили ни огонь, ни вода, ни главное медные трубы. Он был тверд и решителен в час испытаний, но он же остался добр и отзывчив к нуждам единоплеменников и взойдя на самый верх придворной карьерной лестницы. На этом заканчивается Святокастер. Он заканчивается на иврите, хотя, например, текст Септуагинты предполагает еще пространный финал, объясняющий как введенный книгой «Сон Мардахея», так и путь, которым Святок попал в иудейскую общину Александрии, в которой праздник избавления богоизборной общины стал праздноваться так же, как в Палестине и в Месопотамии. Великое действие Божие может осуществляться тихо и прикровенно в мире, исполненном человеческой самостью, и проводниками его могут быть не сильные и знатные, а малые и незначительные. Те, кто не скрылись за собственной малостью, полностью сняв с себя ответственность за происходящее или готовящееся на их глазах зло, а дерзновенно приняв предлагаемую им Богом ответственность и возложив на Него всю надежду. И Бог, молчащий в пророках и героях, вдруг явил себя в них сиротея Сфиря, переселенца Мардахея, а потом в юные траковицы Марии, в сыне Назарецкого Плотника и в рыбаках Галилеи. Именно эту мысль, как главное откровение, желает донести до нас Свита Кастер. Услышим ее и начнем действовать. Продолжение следует...